Очередной бой, который состоялся в Берлине два с половиной года назад и сопернику Александра Эдди Чамбриса. А у микрофона, как всегда, экс-чемпион Европы Андрей Шкаликов и ваш комментатор Борис Скрипой. Итак, первый раунд, 12-й раундовый бой. Победитель этого боя становится официальным претендентом на бой за звание чемпиона мира по версии Международной Боксерской Федерации IBF. Вот бой начался. Как мы видим, боксеры примерно одного роста. Да, они, да, там, разница 2-3 сантиметра, чуть-чуть выше Саши, буквально на 2 сантиметра. Да, ну, пожалуй, это впервые такой сильный соперник у Александра, потому что все-таки бой за титул официального претендента чемпиона мира. А соперник действительно самый сильный на его пути. Мы уже говорили, что каждый раз, как по лестничке, поднимаясь по ступенькам, Саша переходит от более слабого к более сильному сопернику. Предыдущий был Крис Берт, вы этот бой смотрели, кто следит за нашими программами. Ну, а Эдди Чамберс на момент этого боя был, в общем-то, лучшим боксером США. 30 побед, 16 нокаутом, 0 в графах поражения и ничьи. Очень быстрый боксер, вот, несмотря на то, что вот такой немножко расслабленный вид и не очень ярко выраженная мускулатура. Но вот мы с вами посмотрим, и вы увидите, насколько быстрые руки у этого темнокожего супертяжеловеса, и вообще, насколько хорошо он обучен. Я очень жесткий соперник, он уже несколько раз в этом раунде достал Александра в голову, да и пару раз попал в туловище. И очень избирательно он наносит удары. Так вот замаскированно, но и с защитой все в порядке, руки на месте, кулаки у головы, а локти там, где нужно, закрывают печень, срезенку и все. Все самые узвимые места. Бой вызвал огромный интерес у публики тогда, потому что действительно, и тот, и другой боксеры уже были довольно на слуху, весьма известны. Ну, в Германии Поветкина уже узнали. Фринзауэнд, его промоутер, сделал все возможное для того, чтобы публика поближе познакомилась с российским боксером. Его стиль нравился, ну, собственно, нравится и до сих пор, то, как он боксирует, как он расправлялся со своими предыдущими своими соперниками. Поэтому вот такой интерес, ажиотаж и такой аншлаг в зале. Ну, а Чандберс, как я уже говорил, в этот момент был, в общем-то, сильнейшим представителем супертяжелого веса США. И вы знаете, вот этот бой за титул официального президента по версии IBF, вот с тех пор, как Саша его выиграл, ну, мы посмотрим этот бой, увидим, как Александр дойдет до последнего раунда. Вот Николай Володьев, который присутствует на всех последних боях Саши, потому что часто бывает и тренируется тоже в Германии. Ну, вот сейчас после первого раунда, сейчас спокойно в нашем углу, Белов сейчас делает какие-то необходимые замечания. Так вот, став чемпионом, президентом по версии IBF, и началась та история у Александра Поветкина с Владимиром Ключко, которая до сих пор так и не закончилась. Ну, давайте сейчас пока не будем заоткрыть на этом внимание. Много об этом писалось, говорилось. Бой на данном моменте не состоялся. И, как говорят в команде у Поветкина, все равно рано или поздно этот бой будет, когда Саша будет, в общем-то, в полной готовности. Ну, так сказать, будем ждать, время покажет, и мы надеемся, что этот бой все-таки состоится, увидим. А теперь пока все, внимание, поединку с Чамберсом. Да, ну, закончился, минут назад закончился первый раунд, и, честно вам скажу, для меня, я первый раз смотрю этот бой, я много читал в интернете. Не только описание этого боя прям по раундам и комментарии, но я уже вижу реально, что бой будет очень тяжелый для Александра. По крайней мере, первый раунд был совершенно равный. Саша был чуть поактивнее, но, пожалуй, его соперник был чуть поточнее. Он как скала, очень такой крепкий, держит руки на месте и буквально за секунду предсказывает все действия движения нашего боксера. Вот, видите, очень грамотно уходит. Все мне импонирует манера ведения боя этого боксера. Он не нокаутер, такой ярко выраженный, хотя, ну, чуть больше половины боев, я уже говорил, из 30-16 закончил нокаутом. Но техничный, быстрый, в него попасть очень трудно. Это, вот, пожалуй, главное его преимущество. И при этом может очень быстро ответить в контратаке. Как вот вы правильно сказали, он предугадывает действия соперника, поэтому по ветку ему надо быть вдвойне внимательным в обороне, в защите. И вот я смотрю постоянно, чем рисцелится правой, точно в туловище, в селезенку. Видно, отрабатывал он этот прием на тренировках, когда готовился к бою. Да, вот, атакует наш боксер, но все удары пока приходятся в защиту. Очень мало точных ударов, и стоит с другой стороны, потому что очень высокого уровня и тот, и другой боксер, и сложно найти ошибку со стороны своего соперника, или выманить его на какую-то атаку, чтобы удачно контратаковать. Но при этом бой пока такой чистый, и американскому рефере Стиву Смугеру обучил, а особенно делать в ринге нечего, он только наблюдает. Ну, посмотрите, как здорово сейчас. Несколько рискованно даже уходил от этого удара Чемберс. Да, судья на самом деле, рефери Толбоя, ты что-то будешь делать. Ну вот, надо быть внимательным, очень внимательным быть, потому что руки быстрые. Да, он очень, несмотря на свой невысокий рост, у него длинные руки. И он достает удивительным образом, со своей дистанции достает нашего боксера. У него размах рук 191 сантиметр, и придется 185. Ну что ж, зрителям поединок нравится, я думаю, вам, зрителям, терящим у экранов телевизоров, тоже. Это доставляет удовольствие, но, да, сложный бой, и очень трудно будет здесь сейчас Александру, как это так сказать, оседлать своего коня и ринуться в атаку. Ну, посмотрите, закончилось всего лишь два раунда, Александр устал. Очень была активная концовка второго раунда. Ну, вы слышали указания трейдера. Да, опережать, все правильно, и очень сложно в эмоциональном плане, потому что подчас от этого теряешь сил еще даже больше, чем вот чисто физически. Вот вы увидели точный удар справа. Саша, левая рука, и начинает заканчивать. Выдержал Александр этот удар. Да, уже небольшая гематома под левым глазом Паветкина. Паветкина, это как раз следствие, по-моему, того самого удара, который мы с вами видели на повторе. Нужно как-то более хитро, что ли, боксировать с этим боксером. Здесь стандарт не пройдет, и мощь, которая есть у Александра, именно физической силой победить очень сложно, потому что очень уж искушен в защите американский боксер. Он прекрасно двигается по рингу, и может неожиданно точным ударом попасть. Ну, те, кто смотрел последний бой Владимира Кличко, который проводил он именно против Эдди Чамберса. Это было в этом году. Все вы прекрасно помните, что до 12-го раунда Кличко не смог бросить этого парня на нас из ринга. И только в 12-м раунде, когда уже Чамберс был окончательно измотан, Кличко за несколько секунд до окончания боя удалось все-таки досрочно нокаутом выиграть этот поединок. Ну, вот интересно, да? Сейчас Кличко будет встречаться с Сэмюэлем Питером, все это прекрасно знаете вы. А вот Эдди Чамберс Питера победил. После этого был официальным претендентом в бою против Владимира Кличко. Так что все перемешалось в этой супертяжелой весовой категории. Но я думаю, что рано или поздно жизнь все расставит по местам. Ну, посмотрите, даже на пояс у Чамберса Фест Эдди. Это быстрый Эдди, наверное. Да. Так переводится. Но на самом деле он очень быстрый. И бой очень-очень тяжелый. Посмотрите, как быстро летят руки и достигают цели. Но второй раунд выигрывает Чамберс уже, на мой взгляд. Ну да. Вот опять. Что ты будешь делать? Очень много прямых ударов справа пропускает Саша. Пусть эти удары не приходятся точно в челюсть, они подчас приходятся за левую половину лица или в ноб, но все равно это очки. Ну и, естественно, это небольшой болевой шок испытывает наш боксер. Вот наконец-то попался с ударом справа и сам. Ну, заметьте, бой проходит... Весь бой практически проходит на средней дистанции. Ну так, а раздлижаются. Ну, потому что оба примерно одинаковый рост и... Опять пропускает Александр. Когда сближаются, пытаются там ударами снизу как-то разорвать защиту один другого. Но это редко получается. Вот сейчас неплохо. Средняя дистанция, вот эти удары. Но надо быть очень внимательным. Посмотрите, как летят руки у Чамберса. Вообще такой очень чистый, интересный поединок. Рефери вообще не вмешивается. Ну да, ребята не клинчуют, ничего не делают, не дозволено. Идёт бой на средней дистанции, постоянно. Вот идёт, и они не сближаются, они расходятся. Вот. Ну, зрителям нравится. Зрителям очень нравится. Такой плотный, такой насыщенный. Такой, вы знаете, переходящий из одних рук в другие. И вот эти Чамберса, даже один из секундантов женщины. Ну, это может даже не секундантов, а помочь никак, наверное. Ну, неважно. Ну, видно, что так комфортно чувствует себя Чамберс в углу, в перерыве. Даже пытается что-то беседовать с тренером не просто там, слушать его наставления, а обсуждать в перерыве. Извините, я вас перебью. Вот эти вот небольшие огрехи в защите, которые небольшие, могут обернуться большой бедой. Вот именно об этом сейчас не устает утвердить нынешний тренер Александр Тедзи Атлас. Он говорит, что есть еще над чем поработать. Конечно. И вот это, когда, говорит, вот эти грешки маленькие, когда он лишится этого, вот тогда, говорит, я его буду ставить на чемпионский бой. Ну, что ж, тренер, наверное, прав. Тем более, вы знаете, что после того, как Поветкин стал работать с Атласом, действительно он стал прибавлять в защите. Он стал больше уходить корпусом, совершать нынки, подходить к сопернику-маятникам, ну и прочее, прочее. Много того, что раньше в Арсенале не наблюдалось. Но все это еще впереди, это не последняя наша передача. И на этом мы тоже заострим внимание уже после того, когда мы покажем бой Поветкина, уже после того, как он начал тренироваться у тренера. И вы знаете, что, что мне кажется, еще одна деталь. Да, Чанбрис на данный момент был лучший боксер в США. Сейчас у него вторая строчка в рейтинге. Ну, это очень условно, потому что... Ну, рейтинг, вы сами понимаете, количество боев, соперники, все это считает компьютер, очки. Все-таки ринг определяет сильнейшим. Ну, не в этом дело. Так вот, на тот момент он был сильнейшим, но, видимо, все-таки команда Саши Поветкина не очень серьезный подход был. То есть они вышли на этот бой, да? Вот шли так по возрастающей, по возрастающей, выиграли. У одного соперника, у второго сильных, выиграли у Берда. Ну, думали, ну, ладно, Чамбрис, Чамбрис, так Чамбрис. На тот момент ему было 26 лет. Ничего особенного сложного. Посмотрели бои. Бои были неплохие у Чамбриса, но в то время он еще тогда не заматерел. А вот именно к этому поединку он показал, что какой большой у него потенциал, и сколько может он делать много времени. В итоге оказалось все очень непросто. Мне кажется, здесь присутствует какая-то небольшая недооценка с этой. Вы знаете, сейчас вот я смотрю на Александра, он немножко растерялся. Он не знает, как дальше боксировать. И, видно, секундант, его тренер Белов не может подсказать именно то, что нужно для того, чтобы поменять саму стратегию, саму тактику. И немножко изменить рисунок боя и начать побеждать. Опять пропустил. Ну, вообще, в зале я слышу очень много людей, которые кричат на разных языках. И на английском, и на русском, и на немецком. И подозреваю, что с Эдди приехало немало его болельщиков из Америки поболеть за него. Так же, как из нашего боксера из России. Да, конечно, безусловно. Но вы обратите внимание, что вот все удачные действия Эдди Чемберс выполняет как раз после того, как истекают атаки Саши. То есть, фактически в контратаке он работает. Он дает работать Саше первым номером, он видит его и удачно этим пользуется. Вот здесь надо что-то менять. Знаете, это начало боя было таким, а сейчас Чемберс уже начал сам атаковать в четвертом раунде. И мы видели не один точный удар с правой руки. Вот, пожалуйста. У него свой план этот бой, и он придерживается, четко придерживается этого плана. Ну, вот он принимает удар Александра и тут же переходит в атаку. То есть, перевозит без паузы. Да, как-то немножко неудобно. Не найдет Саша вот именно ту изюминку. Не может он к себе прислушаться, что ли, и найти такую правильную тропинку, ровную. Чтобы легче было побеждать, чтобы легче было боксировать. Ну, ровную тропинку весьма сложно найти, конечно, с таким сильным соперником. Вот я вижу, во втором ряду сидит Артур Абрахам. Ну да. Очень много, конечно. Заварова, Абрахам, вся команда здесь. Очень большой интерес к этому бою, не только со стороны любителей бокса, но и специалистов, которые работают в этой сфере. Боксеры, которые знают хорошо и на одном языке говорят с Александром, с его тренером. Ну что, пока ничего не меняется. Очень сложный поединок. В эмоциональном и физическом плане. И в тактическом. Потому что средняя дистанция, на которой пытаются работать и только другая, мы почти убедились в том, что она на руку американцев. И вот Саша никак не может все-таки понять, с какой дистанции ему лучше работать. Каким-то образом Чемберс столкнул его со своей дистанцией. И такая преграда сейчас стоит перед Александром. Какая-то вот стена стеклянная. Вроде бы близко этот Чемберс, но не может попасть Александр в него. Точно попасть. Точно попасть, да. Или в защиту, или мимо вообще. Очень гибкий американский боксер. Несмотря на то, что он не выглядит таким. Такие хорошие удары, точные. Если говорить о желании того и другого боксера победить, то, наверное, здесь можно сказать 50 на 50. Потому что бой уже почти что титульный. И победа в этом бою определяет того боксера, который будет драться за звание чемпиона мира. А касаемо профессионализма, пожалуй, Чемберс более, несмотря на более молодой возраст, он как-то поопытнее, что ли. Чисто американский профессиональный бокс. Он демонстрирует нам. Причем хорошего качества. Хорошего качества, да. Но у нашего боксера желание победить не занимать. И подчас это желание даже превосходит то умение, которое есть. Человек немножко успокоились и тот, и другой. Видно, подустали. И темп боя стал ниже. Пожалуй, сейчас-то на руку поверьте, потому что он намахался в первых равных и устал. Откровенно устал. Вы спросите, уважаемые телезрители, каким образом... Вот недовольный здесь уже завронт его сын. Тяжелый бой, конечно. Подыши. Вы спросите, конечно, уважаемые телезрители, каким образом, если Александр выиграл этот бой, а этот бой претендентский, как мы уже говорили много раз, каким образом Чандерс вышел на чемпионский бой с Кличко. Но дело в том, что вышел он по другой версии, по версии WBO. И там он также стал. Где Кличко тоже чемпион. Где Кличко также чемпион, да. И там он тоже выиграл претендентский бой у украинского боксора Александра Дмитренко. Уклоны! Уклоны где? Это было в июле 2009 года. Проходило все дело тоже в Германии. И вот Чандерс тогда, как показалось, полное превосходство над способным и большим, хорошим боксером из Украины Александром Дмитренко. Хотя судьи дали там не единогласную победу. Но тем не менее он выиграл и стал активным претендентом. Вы знаете, Чемберс как раз тот боксер того молодого поколения, который уже приходит на смену действующим чемпионам. Уже долго ходят разговоры, где же те сильные боксеры американские. Вот он один из них. Ну да, сейчас Тони Томпсон, Эдди Чемберс и Крис Орел. Это троица, которые считаются сильнейшими в США. Но пока-пока в этой весовой категории доминируют братья Кличко. Все-таки, вы знаете, ну мелкие эти ребята для всех, все-все. Они мелковаты для, конечно, таких больших боксеров и уже опытных, обученных, сильных, как Владимир и Виталий Кличко. Просто пришла эра высокорослых боксеров, и пока они не уйдут, ничего не поменяется. А высокорослые боксеры, посмотрите, ну вот тот же Дмитренко, да? Он почти такого роста, как Кличко. Но те высокорослые боксеры, которые есть, есть Джулиус Лонг, например, который оправдывает свою фамилию, у него рост 2,12. Ну Николай Валдуй, еще выше. Но дело в чем, что эти люди, которые по габаритам сравниваются или даже превосходят братьев Кличко, они теряют гораздо больше в скорости, в ударе и в прочих главных боксерских компонентах. Вот в чем дело. Ну если говорить про того же Дмитренко, знаете, в общем-то, если проследить карьеру и Виталия Владимира Кличко, то мы можем найти тоже немало поражений, причем поражений нокаутом. В начале карьеры. В начале карьеры, да. Ну вот так же вот растет и украинский боксер еще один, Дмитренко, и посмотрим, что из этого будет. По крайней мере, уже он находится в верхней пятерке мировой. И, возможно, скоро будет боксер за титул чемпиона мира. Но для этого он должен стать претендентом. Вот последний претендентский боксер от нас Кличан Барсиона проиграл. Ну что, снизился темп. Наступает экватор, то есть середина боя. Вроде как нашему боксеру стало полегче, я вижу. Полегче, потому что, может быть, он физически получше готов. Знаете, хотя я сейчас не убеждаю. Хотя внешне непонятно совершенно. Вне внешне непонятно, да. Но, может быть, Чамберс начнет уставать в более поздних раундах. И вот тогда, тогда Мух начнет раскрываться чуть-чуть. Не так умело контрабаковать. Он перестал успевать. Не так быстро полетят руки у него, да. И тогда, конечно, у Саши будут шансы. И шансы реальные. Да, вот этот раунд мне понравился. Пусть он был не самый зрелищный, не интересный. Зато он, пожалуй, был выигрышный для нашего боксера. Прекрасно работают немецкие телевизионщики, да, режиссеры, операторы. Вы это видите, реакцию публики. Каждый взгляд, каждое восклицание. Вот Бадим Магир тоже в углу мы видим. Здесь мощная команда собралась, конечно. Очень грамотный секундант. Посмотри на меня, сказал он. Нет, да, это... И когда он поймал взгляд боксера, ты понимаешь? Да, ты понимаешь, что от тебя надо. Может, тренер как-нибудь по-другому. Ему в углу видно, когда начинает ускользать вот это преимущество. Он видит растерянность боксера или какой-то... Или именно то, почему боксер не понимает, как дальше правильно строить бой. Итак, седьмой раунд. Я думаю, сейчас начнется самое интересное. Потому что бой-то равный. И тот, и другой боксер захотят показать все свое умение, желание и выиграть. Поединок стать претендентом на титул. Вот неплохо. Неплохо. Саша начал осваиваться. То есть, вот можно сказать, что сейчас он начинает наконец-то нащупывать свой бой. Вот он попал правым боковым. Такой полупрямой, полу сбоку. Ну, вообще, я думаю, что Александру нужно больше атаковать в туловище. Вот сейчас он наконец-то начал это делать. Потому что все его удары приходятся в защиту Чемберса. Просто в руки и все. А чтобы он их опускал ноги, нужно наносить удары в туловище. Боксер начнет ошибаться, естественно. Опускать руки. Или там, наоборот, закрывать печень. Солнечное сплетение. И пропускать удары в голову. Вторая половина боя началась. И, конечно, вот здесь Саша, мне кажется, с каждой секундой становится чуть-чуть получше. Чуть-чуть поувереннее, что самое главное. Да, как-то бой вошел в правильную колью. Более-менее в правильную колью. Просто-напросто американцу стало неудобно боксировать. Не потому, что он там устал или чего-то еще. Как-то он потерял эту ниточку. А наш боксер как раз нашел. Но потерял это потому, что под давлением Поветкин. Естественно. Не прекращает атаковать Поветкин. И совершенно правильно делает. Чем больше он будет делать паузы, тем больше он может ударов пропустить. Потому что он не дает сейчас сообразить Чемберсу, как же ему атаковать. Вот как только Саша делает паузу, тут же Чемберс что-то придумывает такое сложное и неприятное для нашего боксера. Ну да, нужно поставление, поставленное давление. Постоянно держать соперниково напряжение. Но пока вот с каждым раундом, с каждой минутой, вернее, Саша, это постепенно удается все лучше. Да, видно усталость. Сейчас накопилось у Поветкина. Уже не та свежесть далеко, нежели в первых раундах. Но по час эта усталость играет благоприятную роль на исход боя, потому что и тот, и другой боксер расслабляются. как бы раскрепощаются и начинают правильно атаковать на фоне усталости. Да, такой парадокс, который трудно понять не боксерам. Да и боксерам подчас, и тренерам тоже. Вот вы видите, отец и сын Заурланда. Очень темпераментный отпуск у владельца Заурланда. Все, подыши, подыши поглубже. Встань, раздохни. Раздохни глубже еще. Да, Белов чувствует, что настал момент для более решительных действий. Все, побыстрее. И ты первый. Понял? Ты первый. Ты. Левой рукой заканчивай. Бей вот эти тройки. Слышишь меня? Раз, два, три. Они все идут между рук. Тяжеловато, сказал Александр. Саня, побыстрее. Саша и... Тяжело ему. Да, да. Еще раз скажу. Пожалуй, вот пока на сегодняшний день, вот на день нашего эфира, сильнее соперника, чем Эдди Чандерсу по ветке на мебели. Ну что, восьмой раунд. Осталось всего лишь пять раундов. В которых нужно показать свой класс и набрать необходимые очки для победы. Мы не знаем, как считают судьи, но, по крайней мере, пока, на мой взгляд, бой совершенно равный. Да, то преимущество, которое в первых раундах было у американца, постепенно, постепенно его по ветке на твоё. Вот так вот, очень четко, методично, так стабильно, что ли, началось сейчас отрабатывать по ветке соперника. И только Чандерс соберется нанести какую-то атаку или удар, тут же Саша сыпет град ударов, и американец просто не успевает. Ещё похитрее надо будет, мне кажется, нашему боксёру чуть-чуть нельзя вот так останавливаться, да, в какой-то фазе он застывает перед ним. Да. Ну, я сейчас реально понимаю, наблюдая за бой, как ему тяжело в этом раунде. Очень сильно он устал, терпит, терпит. Конечно, не из последних сил, но терпит. И, кроме того, что нужно уйти от всех ударов, ещё нужно нанести наибольшее количество ударов и серий. Ну, он выбрасывает, конечно, намного больше ударов сейчас, чем его соперник, но при этом, конечно, силы тратятся тоже больше, в зависимости от количества вот этих ударов. Вот такие, вроде бы, не сильный удар он пропускает, но всё-таки пропускает. Как бы последний удар получается за Чемберса. Последний нанесённый точный удар. Да. Последняя минута восьмого раунда. И всё больше и больше наш боксёр стал отходить назад. Это говорит о том, что сил-то осталось немного. Да, вот такая, как такие качели, да, в этом бою. То один, то другой соперник берёт бразды в свои руки. И причём удаётся это по тому, то другому. Ну, он сейчас неплохо отрабатывает концовку. Пусть не все удары приходятся точно в цели, но наш боксёр активнее, активнее раз, и он успевает уходить от удара соперника. Ну, вот он делает эти троечки, которые требовал от него наставник. Ну, посмотрите, чуть-чуть зевнул и снова пропустил удар. Тяжёлый раунд опять. Тяжёлый, плотный, трудно сказать, кому отдать его можно. Ну, судя на видне. Ну, посмотрите, сейчас в углу американцев уже творится что-то, какие-то эмоции разыгрались. Да-да-да, конечно. Страсти даже. Уже всё, заставляют тренеры и секунданты. Чемберса уже упускают они, немножко упускают победу. Это уже не те раунды, нежели первые. И сейчас просто активно тренер пытается сделать небольшой нагоняй такой своему боксёру, завести его. На повторе вы видели в предыдущем эпизоде очень удачную контратаку американцев. Ну, там тоже насколько слышно нам пытаются взбодрить его, чтобы он не стоял, чтобы он более активно действовал. Ну, трудно, конечно, это исполнить, потому что девятый раунд усталость уже налилась. Руки свинцовые, ноги тяжёлые. Вы знаете, этот бой не менее интересен, чем титульные бои в том же выполнении, исполнении Кличко или кого-то ещё. Да, конечно. Он по разнообразию, по, понимаете, по темпу. Да и вообще по интриге, я бы сказал, как закручено всё. Драматургия потрясающая. Очень хорошую сервису, пробившись американец. Но вообще по всему видать, что Эдди Чемберс приехал не просто так заработать денег, а побеждать. Да нет, что значит, заработать денег? У него ни одного поражения в карьере. Он вышел на претендентский бой. Ну, как правило, согласитесь со мной, как правило, боксёры, которые приезжают драться из Америки в Европу, они уже как бы обречены на поражение. Они чувствуют это. А вот наблюдая Фест Эдди, мы не можем сказать про это. Да нет, конечно, он приехал за победой. В этом нет никакого сомнения. И при этом он уверен в своих силах, раз он приехал в Германию на этот бой. Конечно. Несмотря на то, что усталость уже навалилась, причём страшно усталость, несмотря на то, что уже заканчивается девятый раунд, не снижает темпы наш боксёр. И вообще он маленько как-то акклиматизировался. Он начал двигаться, да, он начал двигаться и не меньше наносить ударов. То есть он сейчас делает такие правильные паузы. Пробил, ушёл, пробил, ушёл, подвигался. Ему так легче. Эти вот отходы назад это лёгкие передышки, которые за время которых он успевает восстановиться. Потом он этому обучен хорошо. Да. Наконец-то бой выравнивается и идёт по плану. Отличный джеб. вот как всегда в конце каждого раунда темп повышается. Это в первую очередь делает победки, мы знаем, что ещё с юношей он отрабатывал конец раунда на полном. Ну и вот сейчас в этом мире это ему удалось безусловно. Где-то вперёд. Вот хорошо человек успел подставить руку. повесить. В последний момент да, правую руку поднял на место. Не надо! Вот сейчас всё-таки кажется, посмотрите, давайте посмотрим за выражением лица состояния Саша. По-моему, и послушаем мёртвую точку. И послушаем, что скажет секундант. Всё нормально, да? Ты слушай меня левой рукой. Левой, левой больше, 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 больше. Ты понимаешь, левой начинай, левой заканчивай. Саня, ну, всё то самое, что было в будущем, первой, да? Вот комбинацию троечку, левая, правая, левая. Потому что начиная левой рукой, это естественно правильно, правая не летит так быстро. И после левой пробивает снова правой и заканчивает левой, то есть выходит снова на свою дистанцию, на свою ударную дистанцию. Совершенно верно. Ну, мне кажется, всё-таки вот сейчас Саша будет полегче. что-то у меня такое впечатление, что пик такой, знаете, усталости, он уже перевалил. Да. Это очень такой опасный момент, или ты просто встанешь и никуда дальше не пойдёшь, или ты пройдёшь эту вот границу и станет легче. Ещё оно называется вторым дыханием. Ну да, как раз его, мне кажется, поведками обрёт. В каждом моменте, в каждом бою, то есть наступает какая-то мёртвая точка, вот Александр уже прошёл её, но стало более легко, что ли, как-то. Стало легче, поинтереснее стало. Очень сложно, когда ты что-то пытаешься сделать, и у тебя не получается, и ты снова пытаешься, не получаешь, и понимаешь, что это всё. А когда что-то начинает вырисовываться, это стимулирует дальше наносить удары, придумывать что-нибудь новенькое, просто-напросто побеждать. Ну вот эти, знаете, последние раунды, говорят, чемпионские раунды, их называют, что ли. Мне кажется, опять-таки, если говорить о том опыте, который приобретает по-лески на вот таких сложных... Мы помним предыдущие в бой с Крисом Бёрдом. Ну, там не было такого напряжения. Да, был великолепный соперник, который демонстрировал прекрасную технику, прекрасное умение боксировать, но не было этого напряжения сумасшедшего. Не было вот такого выматывающего поединка. А вот эти последние раунды опять-таки дали Саше, мне кажется, очень много. Вот как раз последние два этих боя, вот прошлый и этот бой, это было большим уроком для Поветкина и большой школой. После этих боев просто вырастаешь, как будто за год, два, то и три тренировок. Ну и как говорит Тедди Атлас, его нынешний тренер, что ему нужно еще два-три именно таких боя. И вот тогда он будет готов к бою за чемпиона мира. Вы знаете, очень, конечно, много сделали боксеры уже за вот эти десять раундов. Очень сильно устали, очень большое эмоциональное напряжение. А вот как раз третий человек в ринге, он там вышел прогуляться. Он только говорит в начале бокса, в конце стола. все десять раундов отходил считанное количество раз. Он просто вмешивался в ход поединка. Этого почти я даже не помню. Этого почти не было. Настолько мало, что мы даже не обратили на это внимание. Посмотрите, опять какой-то плотный бой. Саша начал делать такие правильные паузы. то, что надо. ну что ж, осталось два раунда провести этим мужественным великолепным боксером в ринге. и мне кажется, что Поветкин уже нащупал свой бокс. Все пока у него хорошо. Здесь тоже спокойно как-то пытаются настроить боксера. секунданты. Секунданты осталось 6 минут у тебя пойми это. вы знаете еще что говорит о серьезности намерений Чемберса, что вот такая команда у него. Он приехал не просто там очень сплоченная команда. Сплоченная команда что вторым секундантом работает такой человек как Магир. Да и сейчас секунданты подсказывали американцу что нужно больше комбинаций и посложнее комбинаций. На самом деле остались ли силы два раунда всего последних? Остались у нашего боксера также их осталось немного но сейчас в этих двух раунах и произойдет самое сложное самое интересное и решающее и решающее да истинно она будет видна уже буквально через пять минут да народ так же примерно как и боксеры подустали от этого плотного боя им очень нравится ну естественно но уже вот я слышу крики такими волнами пошли народ просто кричит 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 все эмоции потратит немножко помолчит как и как и боксер что-то задумал чемберс так наметился конкретно да но поселить непонятно что а Саша как работает на той же волне что и предыдущие несколько раундов главное не давать действительно опомниться сопернику и выполнить то что он задумал если он действительно задумался ровно полтора раунда до конца правильно правильно все правильно и левый закончил отлично можно больше знаете не может что-то чемберс сейчас придумать да чувствуется что он не знает что делать сейчас он уже не знает да если вначале было все по-другому вот картинка просто поменялось и как здорово зрители в зале почувствовали вот этот перелом да да зрители поддерживали поддерживать большей частью они болеют за нашего боксера потому что скорее всего потому что его уже знают в Германии да еще он европейский а его своим считают практически удар головой величайный удар немножко напугался американец потому что потер лоб и посмотрел нет ли крови рассечения напомним это 15-й бой по веткину его профессиональной карьеры 14 боев 14 побед происходило все это 26 января 2008 года закончен раунд который на мой взгляд чисто выиграл по ветки это раунд наш тут никаких сомнений будет не может ну что ж ты парень говорят ему тренеру хотя что то твое доиск так он Когда шел Смугер к такой штыре, что он не просто пришел посмотреть на боксера, а болеет, естественно, американский рефери болеет за своего соперника, конечно, но никоим образом он тут не должен проявлять. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? А вот, все, последний настрой. Да, все, последний рывок должен быть очень яркий. И нельзя проиграть последний раунд, потому что... А вот это интересно будет, да? Да, очень интересно. Непонятно, как же судят судьи, мы только можем догадываться, а судят они примерно равны. Судят, то есть отдают победы и туда, и туда. Мы сказали, что уже рефери в ринге американец Стив Смугер, мы прекрасно знаем этого судьи. Кто же еще в углах сидят? Деван Дуарте, затем Фил Эдвардс и Алехандро Лопес. В общем-то, трудно сказать, чтобы эти люди были настроены так вот в пользу российского боксера. Ну, скорее всего, это англичане. Мексиканцы, англичане. Судьи должны быть центральны. Ну, очень часто в титульных или в таких больших боях рефери выходит американец после согласования федерации. Ну, потому что они лучшие. Потому что они лучшие. На самом деле так вот. Привет, душа. Отлично. Молодец, Александр. Молодец, молодец. Не дает восстать своему сопернику из того положения, куда он его потихоньку загнал. И вообще, Саша, молодец. Он выполняет, правильно выполняет все команды своего тренера. Все наставления. Заканчивает левой рукой. Да, заканчивает левой рукой. Все правильно. Вот опять, пожалуйста. Не может, опять же, я знаю характер Победкина. Не может он просто так на ровной волне закончить этот бой. Идет вперед, несмотря на то, что сил уже не осталось вообще. Ну, и он чувствует, что немножко он чувствует все-таки, что он побеждает. И можно было как-то более... Надо закреплять эту победу, конечно. Закреплять, ну, можно было даже более, что ли, активно. То есть менее активно провести последний... Последний, вторую половину последнего раунда. Нет. Нет, это не в характере, безусловно, безусловно. И тем более, что соперник о задаче. Я не скажу, что уже окончательно условно, но явно о задаче. Как раз этот раунд, наверное, самый правильный, самый выигрышный. И этим раундом Александр... Чергенский раунд. Да. Подкрепил свою победу. Смотрите, как хорошо он сейчас разорвал дистанцию. Ну что, 20 секунд до конца боя. Отлично. Да, вот этот раунд... Самый лучший, пожалуй. Доказывает, да, превосходство нашего боксера. Причем делает все красиво, да, четко. Зрителям это очень нравится. Вот и даже стоя уже болеют за россиянина. Все, бой окончен. Соперники поздравляют друг друга. С хорошо проделанной, очень и очень тяжелой работой. Отец и сын Заврланды понеслись в Риг. Да, они сопрыгнули туда. Ну да, было сомнение у них. Вы помните, как они переживали. Мы показывали... Вернее, их показывали нам. И какая-то растерянность была на их лицах. Но сейчас вот проделав работу до конца, не сломавшись, да, вот как-то вот пересилив себя. Александр Поветкин все-таки достиг того, к чему стремился. Ну, тут все всем ясно. Американцы расстроены. Немцы и русские уже празднуют победу. Осталось только... Ну, очень тяжелый побед. Очень тяжелый побед. Очень тяжелый. Самый тяжелый пока бой в карьере Поветкина. Где-то до 9-го раунда ничего не было ясно. Абсолютно. Ну, и вот, Майкл Баффер объявляет решение судей. 117-111. 119-109. Ну, это чересчур, мне кажется. И 116-112. Все судьи отдают предпочтение нашему боксеру. Но, конечно, то, что Альхандро Лопес... Нет, 119-109, это, пожалуй, много. Но, тем не менее... Саша Поветкин... Гр produz рейханга. Иева на втором центре. Морщины. Нет. Продолжение следует...